1 Коринфянам 1, 30 стих Это моя последняя возможность в этой серии проповедей донести это до вас Я уверен, что сегодня вы это поймете Заметьте, что написано в 30 стихе От Него и вы во Христе Иисусе От Него и вы во Христе Иисусе Вы во Христе Иисусе Вы должны понять, что в тот день Когда вы стали рожденным свыше христианином Вы отказались от всех попыток все исправить самим Оставили попытки наладить свои взаимоотношения с Богом Вы вошли в Иисуса Вы вошли в Него Скажите, я в Иисусе Вот что это значит Когда вы рождаетесь свыше Вы принимаете Его как своего Господа и Спасителя И теперь вы в Нем Вы во Христе Иисусе Помазанники Иисусе Который, кстати, сделался для нас Премудростью Сделался для нас праведностью Сделался для нас Освящением И нашим искуплением Освящением и искуплением Вот как это работает В тот день, когда я родился свыше И признал Иисуса Господом в своей жизни Я вошел в Него Теперь я в Нем Теперь я Его А это значит, когда я обрел Его Я также получил то, что было у Него Когда я вошел в Него У Него была мудрость И я обрел эту мудрость Когда я вошел в Него Он был праведностью Божьей И я стал праведным, потому что вошел в Него Когда я вошел в Него Он был освященным И я осветился Когда я вошел в Него Он был искуплением И я был искуплен Заметьте, что моя мудрость Моя праведность Мое освящение И искупление Все это является результатом Моих взаимоотношений с Ним Если отнять у вас Ваши взаимоотношения с Иисусом Вы лишитесь мудрости Лишитесь освящения Лишитесь праведности И лишитесь искупления То есть без Него У вас ничего этого нет Без Него Вы будете стремиться Обрести все это самостоятельно Своими силами Без Иисуса Вы будете работать Чтобы обрести мудрость Это называется образование Вы будете получать Одну степень за другой Вы будете без конца учиться Подгоняемые стремлением Обрести мудрость У вас будет столько званий И степеней, что люди будут уставать Объявляя ваше имя Но даже тогда Ваша мудрость Не сможет сравниться С той мудростью Которая доступна вам Через отношения с Ним Если вы перестанете Общаться с Господом Вы будете стараться Стать праведным Самостоятельно Вы будете составлять Список хороших дел Которые вам нужно сделать Вы присоединитесь К пяти благотворительным фондам Вы станете членом Трех церквей Вы будете присоединяться Ко всем известным вам проектам Вы будете делать Все возможное Чтобы обрести Праведность перед Богом Но у вас нет В взаимоотношении с тем Кто уже обрел для вас Эту праведность Не имея отношений с Иисусом Вы будете стараться Изо всех сил Перестать грешить И отделить себя для Бога В то время Как отношения с Иисусом Уже отделяют вас И вы будете стараться Изо всех сил Чтобы быть искупленным Понимая Что вы не в силах Искупить себя Вы понимаете Что я хочу этим сказать И все только что Описанное мной Является хорошим Образцом того Что представляет Из себя религия Это попытка Быть христианином Без Христа Вот что я пытаюсь Объяснить людям Невозможно быть Христианином Без Христа Даже слово Христианин Не бывает без Христа Если убрать Христа Вы становитесь Ионином Но я часто вижу Людей Которые прикладывают Неимоверные усилия Для того Чтобы достичь Всего этого Без Христа Словно мы забыли Его имя Вы не можете Обрести исцеление Без Христа Вы не можете Обрести Праведности Без Христа Вы не можете Обрести Мудрости Божьей Вы не можете Обрести освящение Видите где мы совершили ошибку Мы пытались Научить освящению Без Христа Вы носили длинные платья Не пользовались косметикой Не ходили в кино Полагая что это Оправдает вас Перед Богом Но в конце концов Вы поняли Что вас это не оправдывает Вам не доели Длинные платья Вы были готовы Вновь открыть Свою косметичку Все изменилось Потому что Трудно заработать спасение В то время Когда Иисус Уже заработал Его для нас Вы понимаете меня Если мы не будем Осмотрительны Мы начнем Больше верить в человека Вот что такое Гуманизм Гуманизм Это вера в то Что человек способен Справиться со всем сам Что он способней Бога Мы живем в гуманистическом Обществе И гуманистической стране Мы больше верим В свои способности Чего-то достичь И почти не верим В победу Иисуса Вы меня слышите? Я хочу Чтобы вы перестали Смотреть на себя С такой позиции Я хочу Чтобы вы поняли Как я уже говорил Что от ада Вас отделяет только Иисус Если у вас Отнять Иисуса Вы в аду Вы можете Продолжать ходить в церковь Вы можете Продолжать делать Все другое Но без Иисуса Это ничего не стоит Потому что Вопреки популярному мнению К Богу не ведут Разные пути Есть лишь один путь К Богу Иисус Есть дверь Он открытая дверь У него ключи от двери Если он закроет дверь Никто не сможет ее открыть И если он откроет эту дверь Никто не сможет ее закрыть В откровении написано Вот перед вами открытая дверь Открытая дверь возможностей Но мы опять спотыкаемся Говоря Иисус не может быть Единственным Послушайте меня Иисус Единственный Кто будучи полностью человеком Тем не менее является полностью Богом Нашим спасителем Он пришел на землю как человек Потому что если бы он пришел на землю как Бог Он не мог бы стать примером для подражания Ведь мы не Бог Он вынужден был прийти как человек На котором было помазание Дух Святой Чтобы продемонстрировать людям Как жить в этом мире Он единственный Единственный человек Из когда-либо живущих на земле Который смог победить во всех сферах жизни Он ни разу не согрешил Он ни разу не согрешил Он не согрешил ни разу Он преодолел все искушения В нем не было ни одного порока Бог не мог найти в нем порока Сатана не мог найти в нем порока Четвертая глава от Матфея в пустыне Фарисеи и Саддукеи Не смогли найти в нем изъяна Почему они не могли найти в нем этого? Потому что он был беспорочен Даже когда они собрались распять его Пилат сказал Я не нахожу в нем порока И он умыл руки Я не понимаю Почему вы хотите распять его? Я не вижу в нем никакой вины А вы можете найти в нем порок Даже вы не можете найти в нем порока Но все равно хотите его убить В нем никто так и не смог найти порока Он единственный Кто имел право На ключ от книги жизни Люди рыдали, потому что не было человека Который бы смог открыть эту книгу И прочесть ее Но потом пришел Иисус Я могу открыть ее Ключи Давида на моих плечах Я сижу одесную Бога Отца Я победитель Вот что сделал Бог Все было предельно ясно Лишь один человек Смог выполнить свою часть завета Все, что Бог обещал исполнить для людей Могло быть исполнено лишь одним человеком Иисусом Никто другой не прошел экзамена Все остальные были обречены на смерть и ад Но приходит Иисус Который победил мир Настоящий чемпион мира Настоящий победитель Я понимаю, что среди нас есть чемпион мира Но он истинный чемпион мира Победитель греха пришел и сказал Он пришел и сказал Бог Может позволим всем Кто примет меня Если они примут меня Может быть ты будешь относиться к ним Как относишься ко мне Если они примут меня Ты примешь их Потому что они приняли меня И та власть Которая есть у меня Теперь будет и у них И те привилегии, которые есть у меня Теперь будут и у них Если они примут меня праведного Тогда и они будут праведными Если они примут мою святость Тогда ты осветишь и их Если они примут мою мудрость Тогда ты дашь и им мудрость Позволь им войти по моему билету Вы следите за моими мыслями? Я не знаю о вас Но когда я начинал ходить в церковь Я не понимал, почему Иисус, Его кровь так важна Все говорили Иисус, Иисус А я не понимал, что в нем такого А теперь, теперь у меня есть это огромное откровение Без Иисуса я ничто Теперь я это понимаю Я ничто Я ничто и вы ничто Я ничто без Иисуса Теперь Бог уважает меня благодаря Иисусу Смотрите Пока я в нем Он не смотрит на меня Он смотрит на меня через Иисуса И когда он видит меня Он видит Иисуса Я в Иисусе Он не смотрит на Крефла Он смотрит на Иисуса Когда он смотрит на Крефла Он не может не видеть Иисуса Крефло далек от идеала Но я оставил весь этот хаос и принял Иисуса Я укрылся в Нем Вы не понимаете, что я говорю Мне так и хочется что-то разорвать или что-то бросить Вот так вот Я скрыл себя в Нем И когда я скрыл себя в Нем Бог смотрит на Крефло Но видит Иисуса Он смотрит на Крефло, но видит Иисуса И не только Он Когда бесы смотрят на меня Послушайте меня, друзья Я не пытаюсь стать праведником Когда я вошел в Него Он сделал меня праведным Я праведный человек Который отстаивает свою праведность Перед неправедностью Я не больной человек Который стремится выздороветь Нет Я исцеленный человек Который защищает себя От болезни И уже имеет то, что получил Я исцелен Скажите, я исцелен Я не раб Который старается освободить себя Когда я вошел в Иисуса Я получил свободу Может быть, вы не видите этого Но я в Нем Я свободный человек Который отстаивает свою свободу от рабства Хотя оно ставит под сомнение мою свободу Я должен продолжать говорить себе Что я во Христе Иисусе Я спрятан Я сокрыт в Иисусе Я живу в Иисусе В Нем я движусь В Нем я дышу И в Нем я живу Я праведный Я свободный Я освященный Я искупленный Я в Нем Что произошло? Что произошло? Пришел Иисус И благодаря Его победе Я получил свободу от греха Он спас меня От нечистоты Вот поэтому я и называю Его Своим Спасителем Он мой Спаситель Вся моя вера Пожалуйста, послушайте Да, я понимаю, что есть вера В принципы Да, я понимаю, что есть вера в Божье Слово Да, но, друзья мои Нельзя забывать о вере в Иисуса Вера в завершенные им дела Многие христиане этого даже не слышали Вера в завершенные дела Иисуса Сегодня я праведный Потому что Иисус Завершил дело праведности И когда я вошел в Него Я стал праведным до того Как совершил хоть одно праведное дело Вот что я понял об освящении В прошлом я и другие говорили вам О тяжком труде освящения Мы говорили вам о том Что хорошо А что плохо Мы говорили вам, что вы должны делать И все это было правильно Я об этом еще буду говорить Почему нам так трудно воздерживаться от блуда? Почему нам так трудно воздерживаться от греха? Почему мы продолжаем загрязнять свои тела? Корень этих проблем в том Что мы не знаем, кто мы есть А потому не знаем, как себя вести Когда вы узнаете, кто вы есть на самом деле И начнете развивать в себе веру в то Кто вы есть во Христе Иисусе Тогда вам не придется предпринимать никаких усилий Чтобы отделиться от того Что вас до сих пор так манит Вы продолжаете с этим бороться Вы даже не можете отказаться от пончика Потому что не знаете, кто вы есть на самом деле Вы не знаете, кто вы Но как только вы узнаете, кто вы есть во Христе И начнете развивать веру в то, кто вы есть в Нем Тогда вы сможете побеждать то Что когда-то одерживало верх над вами Я даже не начал говорить об этом Хотя это главная тема данной серии проповедей Я уже почти месяц учу на эту тему Говорю о том Что мы должны больше развивать веру в Иисуса Чем веру в свои собственные способности и успехи Если бы я только мог убедить людей в этом Если бы вы поняли, насколько важно иметь веру в Иисуса И почему нельзя полагаться на свои силы Вы бы поняли, почему недопустимо осуждать других людей По какой-то причине ваш длинный список добрых дел Вселяет в вас уверенность Что теперь вы можете критиковать других людей Вы забываете, что хотя вы совершили все эти добрые дела Без Иисуса Вы бы не смогли войти в Божье Царство Так же, как и тот человек, у которого этого списка нет Человек хвалится Посмотрите, что я совершил А ты, ты ничтожество Ты идешь в ад А может быть, вы и сами идете в ад? Я должен об этом сказать Вполне возможно, что человек с самым длинным списком добрых дел Однажды не сможет войти в заветную дверь Потому что окажется Что он никогда не знал о Иисуса У него был длинный список правильных дел Которые он совершил Но он был праведным без праведника Вот это будет сюрприз Вот что я вам покажу Я хочу показать вам несколько стихов В которых сам Иисус Говорит людям об их добрых делах Не поймите меня неправильно Ты хочешь сказать, что добрые дела делать не нужно? Вы знаете, что я этого не говорю Я говорю вам о том, что вам трудно делать эти дела Потому что вы не знаете, кто вы Поэтому так трудно оставаться хорошим Потому что вы не знаете Иисуса Ты действительно хочешь сказать нам, пастор Доллар Что все мои добрые дела ничего не стоят? Ведь должно же быть что-то Дело в том, что ваши добрые дела совсем здесь ни при чем Я обязательно покажу вам Где включаются ваши добрые дела Дело в том, что ваши добрые дела совсем здесь ни при чем Прежде всего, вы должны задать себе вопросы Я во Христе? Я живу для Христа? Есть ли у меня вера во Христа? Есть ли у меня вера в завершенные им дела? Это первое и важнейшее Когда я знаю, кто я Тогда я могу перейти к тому Чтобы находить в Библии то, что мне нужно делать и как жить Я приведу вам пример Даяние десятины не делает вас праведным Почему? Потому что праведным делает вас Иисус Даяние десятины не сделает вас праведным Но праведные люди дают десятину Вы меня понимаете? Хождение в церковь не делает вас праведным Кто из вас знает хотя бы одного человека, который думает, что хождение в церковь делает человека праведным? Я, как и вы, слышал на Пасху такие слова Схожу-ка я в церковь, сделаю что-то хорошее Они полагают, что их приход в церковь сделает их праведными Почему хождение в церковь не сделает человека праведным? Потому что кто делает вас праведным? Иисус Иисус делает вас праведными Проблема в том, что люди не знают, кто сделал их праведными Люди не понимают, кто их осветил Люди не понимают, кто их искупил Из-за этого мы стараемся сделать это сами, в то время как Иисус уже сделал это. Я не принижаю значение добрых дел, я просто хочу правильно расставить приоритеты. Добрые дела не сделают для вас того, чего вы от них ожидаете. Лишь Иисус может сделать это. И когда вы будете понимать, что вы христианин, тогда узнаете из Библии, что делают христиане. Вот в чем проблема. Когда вы во Христе, когда вы признаете Его Господом в своей жизни, когда вы исповедуете Его своим Господом, вы делаете то, что и нужно сделать, чтобы попасть на небеса. Для того, чтобы попасть на небеса, вы должны принять Иисуса Христа своим Господом, сделать Его Господом в своей жизни. Принимая Его своим Господом, вы принимаете Его праведность, принимаете Его искупление, принимаете все то, чем Он стал для вас. То, как вы будете жить по Слову, войдя во Христа, будет определять результаты, которые вы будете получать от жизни по Слову. Вы можете быть на пути в рай, но на земле жить как в аду, потому что вы не умеете пользоваться тем, что имеете. Например, грех отделяет вас от Бога. А вы всегда думали, что грех отправляет человека в ад. Но в ад отправляются те, кто отвергает Иисуса. Грех приводит к тому, что Божье Слово перестает действовать в вашей жизни. Грех делает человека трусом. Грех заставляет человека чувствовать вину и лишает его уверенности в Божьем Слове. Грех в вашей жизни, пока вы еще живы, будет мешать вам обрести все те обетования, которые дал вам Иисус. Ваши путешествия в рай проходят как в аду. Вы понимаете, что я хочу этим сказать? Если вы желаете получить ответ на свои молитвы, вы должны жить так, как положено жить христианам. Если вы хотите возлагать на людей руки и видеть их исцеление, вы должны жить так, как положено жить христианам. Если вы хотите видеть положительные финансовые изменения в своей жизни, вы должны обращаться со своими финансами так, как об этом говорится в Слове. Жизнь не должна быть трудной, в какой бы атмосфере она ни проходила. Если люди Иисуса будут жить в соответствии с заповедями Иисуса, они будут жить как победители в этой жизни, и у них будет небольшой рай на земле. А когда они покинут этот мир, то они отправятся в рай на небе. Из рая в рай, а не из ада в рай. Проблема в том, что мы не умеем жить по Божьим принципам. Есть много замечательных людей, которые пойдут в рай, потому что они не отвергли Иисуса. И будут люди, которые пойдут в ад, потому что они отвергли Иисуса. Но вы должны осознать, что проблема греха уже решена Иисусом. Кровь Иисуса переломила хребет греху. Если вы согрешите, будучи христианином, тогда вы можете исповедать свой грех, а он, будучи верен и праведен, простит вам ваш грех и очистит от всякой нечистоты. Но если вы не победите грех, находясь здесь, на земле, то вы не будете одерживать победы в этой жизни, потому что грех отделяет нас от Бога. Божьи принципы не работают, когда вы им не следуете. Вы можете получить допуск на управление определенным оборудованием. Но если вы будете игнорировать правила и инструкции по управлению этим оборудованием, хотя у вас и есть допуск, вы не сможете добиться результатов, потому что не следуете инструкциям. Многие люди злятся на Бога или прячутся от Него, потому что не понимают, как привести в действие Божьи принципы в своей жизни. А просто нужно жить правильно, жить по этим принципам. Вы не можете распутничать и в то же время ожидать, что в вашей жизни будет действовать принцип сеяния жатвы. Если вы думаете только о себе, то не ждите, что по вашей молитве люди исцелятся. Пока не избавитесь от непрощения, не ждите ответов на свои молитвы. Кто-то спрашивает, значит, я пойду в ад? Нет. Вы на пути в рай, но на земле вы не получите ответов на свои молитвы. Кто хочет пребывать в Иисусе и не получать тех результатов, которые получал он? Вы понимаете это? Вы должны оценить свою жизнь и задать себе вопрос. Чем я мешаю работе системы? Если система не работает, значит, я чего-то не делаю или делаю что-то не так. Я понимаю, как. Скажу иначе. Критичные и жалующиеся люди никогда не будут процветать. Этого не произойдет. Это не может произойти, потому что Бог ясно выразил свою волю. Его воля, чтобы мы были благодарны за все. Такова Его воля. Принцип благодарения хранит вас от жалоб. Благодарность становится семенем, из которого произрастают благословения в вашей жизни. Нам нужно научиться жить, как должно жить последователем Иисуса. Мое призвание — помочь людям Иисуса понять, как им жить. Но для начала мне нужно убедиться в том, что вы понимаете, кто вы во христе.